В русских деревнях в старину их клали за печку, как обереги. В богатых сословиях инкрустировали камнями и дарили на свадьбу. По словам историков, именно этот швейный аксессуар был чуть ли не самым древним изобретением человечества. Невозможно сшить две шкуры костной рыбой иглой, не проталкивая каким-то предметом эту иглу. Этим предметом мы сегодня называем напёрсток. Владимир Малиновский о напёрстках знает практически всё. Девять лет назад он возглавил Копейскую швейную фабрику. Тогда предприятие нуждалось в ребрендинге. В качестве нового логотипа выбрали эмблему с изображением напёрстка. С этого-то и началась страсть мужчины к коллекционированию швейных колпачков. Я взял у тёщи, у мамы, у бабушки, у жены несколько напёрстков, пять штук, и началась коллекция. В течение года собрали 60, придумали провести детский конкурс, что тоже увеличило нашу коллекцию. Когда в рабочем офисе стало тесно, Владимир решил открыть музей. Первые посетители так заинтересовались диджитобулизмом, если проще говорить, коллекционированием напёрстков, что стали сами приносить экземпляры в музей пришвейной фабрики. Сегодня в музее находятся по-настоящему редкие экспонаты. Из бивня мамонта, рога северного оленя и других материалов. Напёрсток из лавы вулкана Этна. То есть мы, проводя экскурсию детям, рассказываем, где этот вулкан, какой он. То есть мы пробуждаем энциклопедические данные, чтобы люди пришли в энциклопедию и посмотрели. То есть это музей, как развивающий такое учреждение для развития. Очень интересный такой экспонат. Вот тут чубчина, лодки, кит, морж, парус. Это нам прислали из Чукотки. Особо ценные напёрстки коллекционеру привозят знакомые, которые путешествуют по Европе. Этот колпачок самый старый в коллекции. Приобретён приятельницей на блошином рынке Парижа. Другой экспонат прислан английским клубом коллекционеров-напёрстков. Серебряный напёрсток из Англии. С восьми рубинами, ручной работой, ручная обработка. Есть напёрстки, выполненные в русских традициях. С узорами под гжель, хохлому, с изображениями героев народных сказок. Но Владимиром движет идея собрать хотя бы по одному напёрстку из каждой страны мира. И он движется к выполнению этой цели уверенно. Сегодня в его коллекции экспонаты из ста государств. Целый стенд посвящён азиатской, в частности, индийской культуре. На этом напёрстке изображён храм Джапур. В фильме «Миллионер из трущоб» дети воровали обувь вот из этого храма. Сам Владимир имеет польские корни. Поэтому к напёрсткам из этой страны у коллекционера особо трепетное отношение. На отдельной полке швейные атрибуты с изображениями известных поляков. Коперника, Шопена. Причём коллекционер не ограничивается только внутренним оформлением помещения. Он получил разрешение на переименование ближайшей к фабрике безымянной улицы в переулок Напёрстков. А рядом с предприятием будет размещена памятная доска с барельефом в виде Напёрстка. Это подарок городу от Копейского политехнического колледжа. Силами ребят колледжа, обучающиеся наш по профессии сварщик, под руководством мастеров производственного обучения, Кузнецова Александра Григорьевича и Ковызина Георгия Сергеевича, эта памятная доска будет приготовлена. Переименование переулка и торжественное открытие памятной доски состоится уже сегодня, после чего все желающие смогут отправиться в музей Напёрстков на празднование в честь Дня музеев. В здании они могут познакомиться и с другими диковинными предметами. По последним подсчётам их больше 2600. Евгения Малышко, Павел Клементьев, ОТВ.